Первой за помощью к парламентарию обратилась жительница города Одинцова Светлана Никитина. Женщина попросила Оксану Пушкину оказать содействие в упрощении ежегодного сбора документов для получения льгот вдовам военнослужащих. Эта процедура, по словам женщины, отнимает много времени и сил. Вы же знаете, что вдовы у нас всякие. И 80, и 90, и молоденькие сейчас вдовы, да? Но хотя бы возрастной ценз, хотя бы с 65 лет люди не ходили с этими квитанциями. Оказать содействие в решении квартирного вопроса Оксану Пушкину попросила Светлана Акимова, семья которой несколько лет назад родилась тройня. Рассчитывали улучшить свои жилищные условия, однако уткнулись в букву закона. Семью не признали малоимущей. Многодетные родители уже получили земельный участок по федеральной программе, но надеются при поддержке Оксаны Пушкиной сдвинуть и жилищный вопрос с мертвой точки. Я к главе администрации нашей подошла, она говорит, мы ничем не можем помочь. Ну, естественно, с 84-го года у нас стоят люди на очереди. В Одинцовском районе такой буквы закона отдавать тем, у кого сразу же 23 детей, тоже нет. Значит, на работу. Всего у вас трое? Всего трое, а в один раз они? В один раз, да, в один заход. Дети разнополые, две девочки и мальчик. Каждый вопрос Оксана Пушкина пытается решить в ручном режиме. Как только озвучивается проблематика, набирается номер телефона, и нужный чиновник уже на связи. Адресная помощь, возможность разобраться здесь и сейчас – это фирменный стиль Оксаны Пушкиной, которая не привыкла откладывать дела на потом. Сегодня целый прием был, вот вы свидетели тому, это ручное управление. Это все проблемы, которые решались звонками в конкретные службы, конкретным главам, конкретным министрам, конкретным завполиклиникам и так далее. Я еще раз повторяю, я готова это делать, мне это несложно, но я хочу жить в стране, где люди не приходят и не плачут у меня на приемах от бессилия. Помощь многодетным, вопросы лекарственного обеспечения и даже гендерное равноправие в Дагестане за советом и содействием к народной избраннице приезжают из Москвы и других муниципалитетов Подмосковья. Марина Хамизова прибыла в Одинцово, чтобы озвучить ситуацию с обманутыми дольщиками Пушкинского района. С общего перешла на частное, выяснилось, что женщина уже год не может найти работу. И даже здесь она уповает на поддержку депутата Пушкиной, которую любит всем сердцем и доверяет. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.